Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 августа. Страдания святого апостола Матфея. Святой апостол Матфей, происходивший из колена Иудина, родился в Вифлееме. С раннего детства начал изучать священные книги и закон Божий в Иерусалиме под руководством святого Симеона Богоприимца. От него святой Матфей был наставлен в добродетельной жизни. Он проводил богоугодную жизнь, строго следуя по пути, начертанному в заповедях Божиих. Настало время, когда Господь, по прошествии тридцати лет со дня Своего рождения от Пречистой Девы Марии и по принятии крещения от Иоанна, явил Себя миру. Собрав учеников, он проповедовал наступление Царствия Божия, совершая в то же время исчислимые чудеса и знамения. Святой Матфей, внимая учению Христа и видя Его чудотворение, исполнился к Нему любовью. Оставив мирские заботы, он вместе с другими учениками и народом последовал за Господом, наслаждаясь лицезрением воплотившегося Бога и изреченную радостью Его учения. Господь, которому открыты самые сокровенные движения человеческого сердца, видя рвение и чистоту душевную Святого Матфея, избрал его не только в число своих учеников, но и для апостольского служения. Сначала Святой Матфей принадлежал к числу семидесяти меньших апостолов, о которых в Евангелии говорится, избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два перед лицом Своим. После же вольных страданий, воскресения и вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо, Святой Матфей был причтен к сонму двенадцати апостолов. По отпадению Иуда от лика двенадцати апостолов последний, так как вместо Иуда никто не был избран, утратил свою полноту, а с ним и право на именование двенадцати. Поэтому верховный из апостолов Святой Петр, став посреди собрания первых христиан, обратился к верующим со словом о том, что на место отпавшего и погибшего Иуды должны избрать кого-либо из тех, которые находились с апостолами во все время, когда пребывал с ними Господь Иисус. Чтобы избранный им сон двенадцати ближайших апостолов был цел и неизменен. И поставили двоих Иосифа, нарицаемого Варсавой, и Матфея, и помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого ты избрал принять жребий с его служения апостольства, от которого отпал Иуда». И бросили они их с жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам, как двенадцатый. Это избрание вскоре было утвердено Господом при ниспослании Духа Святого в виде огненных языков. Ибо Дух Святый опочил как на прочих святых апостолах, так и на святом Матфии, даруя ему равную благодать с учениками Господа. По сошествии Святого Духа апостолы метали жребий, кому из них и в какую страну идти для проповеди евангельской. Святому Матфию досталось по жребию Иудея, где он и трудился, обходя города и селения, и благовествуя о явлении во Христе Иисусе спасения миру. Впрочем, не только среди иудеев, но и среди язычников проповедовал он имя Христова. Предание говорит, что Святой Матфий обращался с благовестием Христовым и к жителям Эфиопии, и претерпел здесь множество различных мучений. Его влочили по земле, подвергали побоям, привешивали к столбу, строгая бока железом и поджигая огнем. Но укрепляемый Христом Святый Матфий мужественно и с радостью переносил эти мучения. По некоторым же известиям, Святый Матфий проповедовал Евангелие в Македонии, где нечестивые греки, желая испытать силу, возвещаемого Святым Апостолом, учения, схватили его и заставили выпить отраву, лишавшую человека зрения. Кто выпивал ее, тот делался слепым. Но Святой Матфий, выпив во имя Христова отраву, не потерпел от нее никакого вреда, и даже ослепленных этой отравой, их было более 250 человек, исцелил, возлагая руки и призывая имя Христова. Но дьявол, не терпя такого поругания, явился язычником в виде отрока, повелевая убить Матфия, так как он уничтожает почитание бесов. Когда же они хотели схватить Святого Апостола, то принуждены были в течение трех дней безуспешно искать его. Святый Матфий, хотя и ходил среди них, был им невидим. Потом Святой Апостол явился к искавшим его язычникам и добровольно предал себя в руки их. Они связали в него, заключили в темницу, где явились ему бесы, яростью скрежетавшие на него зубами. Но в следующую ночь ему в великом свете явился Господь. Ободрив Святого Матфея и освободил от оков, он открыл двери темницы и выпустил его на волю. Настал день, и Апостол снова встал среди народа, еще с большей безбоязненностью, проповедуя имя Христова. Тогда же некоторые ожесточившиеся сердцем, не веруя его проповеди и придя в ярость, хотели убить его своими руками. Внезапно разверзлась земля и поглотила их. Оставшиеся же пришли в ужас, обратились ко Христу и крестились. Затем Апостол Христов снова возвратился в жребий свой, в Иудею. И многих от сынов Израилевых он обратил к Господу Иисусу Христу, возвещая им Слово Божие и подтверждая его знамениями и чудесами. Именем Христовом Святой Матфий возвращал слепым зрение, глухим слух, умирающим жизнь, восстановлял хромых, очищал прокаженных и изгонял бесов. Называя Моисея святым и побуждая соблюдать закон, данный ему Богом на скрижалях, святый Матфий в то же время учил веровать во Христа в знамениях и прообразах, предвозвещенного самим Моисеем, предсказанного пророками, посланного Богом Отцом на спасение миру и воплотившегося от причистой и преднепорочной делы. При этом все пророчества о Христе святый Матфий столковывал, как уже сбывшиеся на пришедшем Мессии. В это время первосвященником иудейским был Анан, ненавидевший Христа и хуливший его имя, гонитель христиан, повелевший сбросить с кровли церковного святого апостола и брата Божия Якова, и тем убивший его. И вот когда святые Матфеи, обходя Галилею, проповедовал Христа, Сына Божия, в здешних синагогах, ослепленные неверием и злобой иудеи, исполнившись в сильной ярости, схватили святого апостола и привели в Иерусалим к помянутому первосвященнику Анану. Первосвященник, собрав Синедрион и призвав на суд святого апостола, обратился к утратившему совесть сборищу с такими словами «Вся вселенная и настоящее собрание знает, какую укоризну навлек на себя наш народ, и это не по нашей линии, но по развращению некоторых, от нас же вышедших, и по ненасытному корыстолюбию, скорее мучительству римских правителей». Не следовало бы и упоминать об этих вводителях новых ересей, прессивших столько тысяч народа. Вы сами знаете, сколько из них побито римскими воинами. Так погибли обольстители и обольщенные, покрывая позором наше племя. Таковы родоначальники ересей Иуда Галилеянин и Февда Волх. С них погибели уничтожились и самая память о них. Но среди всех подобных еретиков восстал ересиарх Иисус Назоренин. Он называл себя Сыном Божиим и Богом. И многих удивил и удивлял своими волшебными знамениями и чудесами, привлекая к себе сердца и проповедуя отменение закона, за что и принял суд по закону, который хулил. И что сказать? Разве мы не знаем, что закон дан был Моисею самим Богом, что его соблюдали патриархи и пророки, которым Бог даровал силу совершать такие чудотворения, каких не мог Иисус? Кто не знает Моисея с Богом, как с человеком беседовавшего? Кто не знает Илью, взятого в рай на огненной колеснице? Кто не слышал, что умерший, выброшенный, на мертвой кости Ересея ожил? И иные угодники Божьи сколько совершили чудес? Однако ни один из них не дерзнул на такое дело, как Иисус, присваивать себе честь Божию и устанавливать новый закон. Пророки, вдохновляемые Святым Духом, говорили исполненные смирения, а Он с гордостью говорил свои собственные измышления и дошел до такого безумия, что первосвященников и князей подвергал укоризненным порицаниям. А книжников и фарисеев называл лицемерами. Сделали, что подобное кто-либо из пророков. И по гордости своей Он обрел соответственный конец, приняв мзду по делам своим. О, если бы и память его с ним погибла, и учение его с ним, умершего, никто не воскрешал. Особенно же печально, что храм Божий, святой город и законы отцов, находится в рабстве у римлян, и нет ни сострадающего, ни соболезнующего, ни избавляющего. Нас без вины млачат по судилищам, а мы терпим, нас обольщают, а мы даем молчаливое согласие. Нас грабят, а мы не издаем и звука. И что всего печальнее, галилеяне предают нас в руки римлян, без стыда обвиняя нас и народ наш в убиении Иисуса, как неповинного. Лучше пусть погибнут эти ненамногочисленные галилеяне, чем это святое место, и весь народ наш подвергнется истреблению от римлян. Из двух зол, если нет возможности избежать обоих, следует избирать меньшее, более терпимое. И этот сейчас стоящий перед нами ученик Иисусов, достоин смерти. Но пусть сначала сам себе размыслит. Мы не отнимаем времени для размышления, потому что не погибели, а исправлении его желаем. И из двух пусть изберет одно. Или следовать закону, данному Богом через Моисея, и тем сохранить жизнь. Или именовать себя христианином и умереть. В ответ на это святый Матфей, подняв руки, сказал. Мужи и братья, я не хочу говорить много о том обвинении, которое вы возлагаете на меня. Для меня имя христианина не преступление, а слава. Ибо сам Господь говорит через пророка, что в последние дни назовет рабов своих новым именем. Исайя 65, 15. И Росвященник Анан возразил. Разве не преступление считать за ничто святой закон? Не почитать Бога и слушать пустые рассказы о волшебствах? Если послушаете меня, ответил святый Матфей, я объясню вам, что проповедуемое нами учение не баснь и волшебство, но сама истина, уже давно засвидетельствованная законом. Когда проросвященник дал свое согласие, святой Матфей открыл свои уста и начал истолковать ветхозаветние прообразы и пророчества об Иисусе Христе, Как Бог дал обетование праотцам Аврааму, Исааку, Иакову из семени их воздвигнуть такого мужа, через которого благословятся все земные племена, о чем и Давид говорит в словах Псалма. Благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Как несгораемая купина прообразовала воплощение Христа от причистой девы, о которой предсказал Исайя. Все девы в очреве приинет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, то есть с нами Бог. Моисей точно и ясно предвозвестил о Христе тоже, говоря, Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Он же предуказал вольное страдание Спасителя, вознеся на дерево змея. О всем говорил Исайя, как овца веден был он на заклание, и к злодеям причтен был. Пророк Иоанна, вышедший невредимым из чрева китова, был прообразом тридневного воскресения Господня. Эти пространные изъяснения ветхозаветних книг, говорящих о Христе Иисусе, привели Анана в гнев. Так что он не выдержал и сказал святому Матфею, «Так ли ты осмеливаешься посягать на закон? Разве тебе неизвестны слова Писания? Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им». И пророка того или сновидца того должно предать смерти. Второзаконие 13.1 Святой Матфей отвечал, «Тот, о котором я говорю не только пророк, но и Господь пророков. Он – Бог, Сын Божий, о чем свидетельствуют истины и чудеса Его. Поэтому-то я и верую в Него, и надеюсь быть непоколебимым в исповедании Его Пресвятого имени». «Если тебе дадут время для размышления, покаешься ли ты?» – спросил первосвященник. «Да не будет, чтобы я отступил от истины, которую уже обрел», – отвечал святой апостол. «Я всем сердцем моим верую и открыто исповедую, что отверженный вами и преданный на смерть Иисус Назарянин есть Сын Божий, единосущный и совечный Отцу, а я раб Его». Тогда первосвященник, затыкая уши и скрижища зубами, закричал «Хулит! Хулит! Хулит! Пусть выслушает закон!» Тотчас была открыта книга закона и было прочтено то место, где написано «Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и Хулитель имени Господня должен умереть, камнями и побить его все общество. Пусть не щадит его око ваше, и тем изымите зло из дел Израиля». Левит 24.15. По прочтению этого места первосвященник сказал апостолу Христову «Твои слова свидетельствуют против тебя, кровь твоя падет на голову твою». После этого первосвященник осудил святого Матфея на побиение камнями, и апостола повели на казнь. Когда пришли на место, называемое Вефлоскила, то есть дом, побитый камнями, святый Матфей сказал к ветшим его иудеям «Лицемеры, справедливо говорил о подобных вам пророк Давид, толпой устремляется на душу праведника и осуждает кровь неповинную». Тоже говорит и пророк из Икеиля такого рода люди, что они умерщвляют души, которые не должны умирать. 13.19 После этих слов апостола Христова два свидетеля, как требовал того закон, положили свои руки на его голову и засвидетельствовали, что он хулил Бога, закон и Моисея. Они же первые бросили камни в святого Матфея, причем последний просил, чтобы эти первые два камня были погребены с ним, как свидетели его страданий за Христа. Потом остальные начали бросать камень, побивая святого апостола, и он, подняв руки свои, предал дух свой Господу. Беззаконные же иудеи к мучению присоединили еще и издевательства. Уже по смерти мученика они из угода римлянам отстекли ему мечом по обычаю римскому голову. Точно апостол Христов был противник Кесаря. Так, подвязаясь с добрым подвигом, святой апостол Матфей окончил свое течение. Верующие же взяв тело апостола, с честью предали его погребение, воссылая славословие Господу нашему Иисусу Христу. Ему же с Отцом и Святым Духом, честь и слава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнал «Симон»